Приветствую! Быстро сниму по женщинам отдельное видео. Мужчины тоже могут, но в основном женщины. С какими мужчинами женщины начинают быстро стареть, дряхлеть, в общем чахнуть? Это просто с мужчинами, такими, знаете, нищебродами, которые ничего не хотят, вечно жалуются. Кстати, я даже среди таких знакомых далеких знала случаи, что, допустим, наркоман какой-то вытащил всю энергию из своей девушки, талантливая очень, она вот его спасая, сама погибла. Ну, то есть где-то не обратила на свое здоровье внимания, но, знаете, он просто выкачал всю энергию из нее, как вампир. Дальше, то есть даже до такого может доходить, ну уж тем более, если рукоприкладство, если идут оскорбления, если мужчина вообще там жаден, если он там еще вас отбирает как липку. Не думайте, что смелым в рай шалаше, я вот не верю. Если вы замужем и вы нищие, значит, что-то вот либо в вас, либо в нем, скорее всего, всегда в мужчине, конечно. Я вообще считаю, что мужчина вообще не имеет права заводить отношения, если он просто нищий. Тут, знаете, мужчина может и не смотреть это видео. Вот мое мнение, что все равно мужчина временно может быть какой-то спад, и женщина тут в помощь. Но это не может продолжаться долго. Если это продолжается долго, значит, мужчина просто сам впал в уныние, в лень, в такое, знаете. Ну, в общем, пример моего отца, который вот так валялся на диване и только бухал, все тащил из дома, научил меня. Я тоже душевно тянулась к таким же, и иногда я понимаю, почему вообще мы про это поговорим. Я сейчас все-таки дам практику, мать я давно обещала, но потом поговорим о программах. То есть в определенный период времени жизни, что у моего отца, у моей мамы были какие-то, допустим, проблемы где-то, какие-то косяки, какие-то грехи, вот что-то касается, допустим, работы. И сейчас я это все должна отрабатывать. То есть иногда задаю себе вопрос, я в чем виновата. Вот все идет качественно, но почему-то вообще какой-то затор. Как, знаете, вот меня, ну как, я не знаю, выживает как будто бы система на самом деле. Это просто повторяется та же самая программа, проверка на мою устойчивость и физическую, и психическую. Сердце, в общем, у меня еще ведь нашли что-то с сердцем. Какая-то это была просто тахиокардия, сейчас что-то там, какая-то дистрофия или что, ну, в общем, что-то с левым желудочком. Такой диагноз, в общем, тоже начало чего-то нехорошего. То есть это тоже показатель того, что я уже начинаю работать, как вот это сказать, я уже свои вот эти вот полезные все питательные, как говорится, вещества организма, душевные, физические силы начинаю, ну, то есть батарейка начинает садиться. То есть я истратила их до такой степени, что...